МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня гость программы «Мой вопрос» начальник метеостанции «Лида» Кирилл Черепко. Здравствуйте, Кирилл Николаевич. Здравствуйте. Начнем сегодняшнюю программу с поздравлений, ведь 23 марта работники Гидрометеорологической службы Беларуси отмечали свой профессиональный праздник. Вы и ваш коллектив в том числе. Поэтому примите самые искренние поздравления от коллектива Лицкого телерадиообъединения. Спасибо за поздравления. Отдельное спасибо за приглашение. Этот праздник уже отмечается 70 лет. с 50-го года, как День образования Всемирной Метеорологической Организации. А в нашей республике он отмечается с 12-го года, как День работников Гидрометслужбы. То есть через два года у вас будет еще один юбилей. Да, и у нас очень много юбилеев будет. Вы у нас в Суде впервые, поэтому у меня для вас заготовлено много вопросов. Но я думаю, логично будет начать с истории метеорологической службы в нашем городе. У нас по Гродненской области наша станция является одной из старейших. Старше нас только Гродно. Метеораблюдения в Лиде были начаты 120 лет назад, в 1900 году, когда по инициативе Виленского учебного округа при нашем городском училище был открыт дождемерный пост. К сожалению, где он находился, кто там работал, сведений таких нет. Единственное, что мы знаем, что наблюдения велись за количеством осадков и за атмосферными явлениями. Этот пост проработал до 2015 года. Потом, естественно, Первая мировая война, потом Гражданская. И восстановлен он был только уже при польском времени, в 1926 году. По 1933 год работала метеостанция. Там она уже добавилась к измерению к осадкам температуры воздуха. И уже следующий этап начался в 1940 году, когда Западная Беларусь воссоединилась с БССР. В 1940 году была организована метеостанция. Она находилась на Росляках. Тогда существовала улица Росляки 2А. Работало там несколько человек. Все были, кто со средним образованием, у кого семь классов было. Первым начальником был товарищ Пудовкин. Затем, в 1941 году, естественно, все это закончилось. А с развитием метеостанции увеличивалось ли количество измеряемых величин? Значительно увеличивалось. И не только количество величин, но и рост количества приборов происходил. Потому что, когда станция организовывалась, то там, скорее всего, стоял исключительно дождемер. Сотрудники вели наблюдение за количеством осадков. Ну и за состоянием атмосферы. А уже потом добавились и термометры, и барометры, и добавились флюгер. И сейчас у нас добавилось практически все, что только можно. И где использовалась полученная информация тогда? Тогда, как и сейчас, информация с метеостанцией уходила в народно-хозяйственные организации. И в железную дорогу, и в воинскую часть. Потому что метеостанция находилась совсем рядом и с южным городком. Когда она второй раз туда переехала в 1944 году, она была восстановлена уже не на Росляках, а в районе улицы Калинина, на улице Маяковского. Потому что первое здание метеостанции, это был деревянный домик. Снимали у частного лица одну комнатку маленькую. А уже на Маяковского три комнаты было. И там мы находились до 1962 года. Вы сказали, что Лицкая метеостанция крупнейшая в Гродненской области после города Гродно. Мы единственная станция первого разряда. У нас еще по Гродненской области есть реперная станция. То есть это как бы основная, данные, которые используются для сравнения, чтобы сравнить с данными других станций. Это Ашмяны, остальные станции второго разряда, в Щучине третьего разряда. А в Гродно, в Гродно находится авиационная станция. В Абухово, недалеко там 20 километров. И долгие десятилетия Гродненский филиал Белгидромета был единственным филиалом, у которого не было своей метеостанции. В свое время она переехала в Абухово, и они были без станции. И только буквально в прошлом году там установили автоматическую станцию, с которой они и работают сейчас. Количество приборов, которые поступали к вам на станцию для работы, это же расширило и ваши возможности, верно? Да, значительно. В свое время мы вели наблюдения и за продолжительностью солнечного сияния, и за интенсивностью осадков. Какие-то приборы поступали на вооружение станции, потом они списывались, заменялись более новыми. В 60-х годах мы даже проводили наблюдения шаропилотные, то есть запускали шары, и затем у нас был прожектор на установке. Таким образом замеряли нижнюю границу облаков. И эти наблюдения проводились до 70-го года. В 70-е годы это был уже, скажем так, расцвет метеорологии. Она вооружалась новейшими приборами, и мы получили уже электронный прибор, которым замеряем высоту облачности. Приборов у нас достаточно много. Если считать электронные приборы, то их 7. Они установлены у нас на метеоплощадке и рядом со зданием метеостанции. Помимо этого, есть еще приборы неэлектронные. Это гигрометры, это электрические термометры, термометры-щупы, просто термометры, которых очень у нас много, барографы, барометры. Но основные приборы, вот эти, которых я сказал, это их 7. И в 2016 году у нас появилась автоматизированная метеостанция АМИИС, финская, которая взяла на себя автоматическое наблюдение за метеовеличинами. На ней установлено 12 датчиков, и вот она практически за всем, что раньше наблюдал метеоролог, она взяла все это на себя. Но пару все-таки есть метеовеличин, за которыми она наблюдать не может. Это нижняя граница облаков, это форма облаков, высота снежного покрова, количество осадков. Все это метеоролог, как и раньше, вносит вручную и отправляет телеграмму в Минск. То есть, соответственно, используют уже старые проверенные приборы. Совершенно верно. Мы их никуда не снимаем, они у нас также стоят, мы их ежедневно проверяем, как они себя чувствуют, показывают ли все хорошо. И раз в неделю мы проводим сравнительные наблюдения. То есть, сравниваем показания приборов автоматизированной станции с нашими древними, скажем так, термометрами. Если все хорошо, а у нас пока замечаний никаких не было, все это уходит, естественно, благодаря мед на проверку. И они говорят, что все прекрасно, продолжайте проводить наблюдения по автоматизированной станции. А за явлениями погоды метеорологи наблюдают? Обязательно. Причем наблюдения ведутся ежедневно, круглосуточно, в любую погоду. То есть, какое это явление погоды? Дождь, снег. Если это дождь, то это либо ливневой, либо облажной. Также ведутся наблюдения и за росой, и за инием, и за гололедно-измразивыми явлениями. То есть, наблюдается ли на станции гололед или гололедица? Если наблюдается, то, естественно, мы отправляем сразу штормовую телеграмму на Минск о том, что у нас наблюдается вот такое вот явление. Эта телеграмма должна отправиться в очень краткие сроки, в течение пяти минут после начала явления. Вы уже говорили о том, что наблюдения ведутся на метеоплощадке. И я слышала, что у метеорологов это святая святых. Метеоплощадки, они, во-первых, они все одинаковые на всех метеостанциях. Они и расположение примерно одинаковое, пространственное, и размеры 26 на 26 метров, и расположение приборов, есть четкая инструкция, где какой прибор в центре, на севере, на юге должен стоять, чтобы метеонаблюдение в любой стране мира, в любых климатических условиях были одинаковыми. И если раньше мы ходили каждые три часа на метеоплощадку, а если что-то, какое-то опасное явление или неблагоприятное наблюдалось, то их гораздо чаще, и снимали там показания термометров, гигрометра, смотрели, какая облачность, смотрели, какое состояние почвы. Выпал ли снег, естественно, измерение высоты снежного покрова и какой это снег. Либо это свежевыпавший пушистый, либо это уже мокрый слежавшийся, там, с ледяной коркой, без. Потом все это, согласно коду наблюдательному, кодируется и в зашифрованном, скажем так, виде отправляется на Гродно и на Минск. Там все это расшифровывается и применяется и для составления прогнозов погоды, и для проверки, собственно, уже составленных прогнозов погоды. Вы сказали, что наблюдение проводится каждые три часа во время всех суток, и ночью, и днем. До 60-х годов проводились четырехсрочные наблюдения, то есть через шесть часов. Потом в 60-х ВМО перевело все станции первого-второго разрядов на наблюдения трехчасовые. Ноль часов, три, шесть и так далее. Причем все станции проводят наблюдения в единые сроки по всемирному скоординированному времени. Ну, раньше оно называлось гринвическому. То есть мы работаем по гринвическому времени, а когда надо составлять справки или давать информацию для наших организаций, естественно, мы уже работаем по местному белорусскому времени. Данные, которые Вы получили, и с помощью телеграммы отправили на Гродно и на Минск, вот эти данные необходимы для составления прогнозов погоды? Совершенно верно. И не только для составления прогнозов, но в Минске у нас есть еще отдел климатического мониторинга. Они работают с данными по климату. Максимальные, минимальные температуры составляют справочники по климату в Беларуси. Все это им очень важно. Всемирная метеорологическая организация назвала десятилетия в период с 2010 по 2019 год самым теплым периодом. А эти наблюдения ведутся с 1850 года. Среди них первое место в этом рейтинге занял 2016 год, а вот прошлый, 2019, занял второе место. Сейчас, я думаю, что ВМО будет каждое десятилетие объявлять самым теплым. 2016 год – это если мы берем общепланетную температуру. Если мы же говорим по Лиде, вот у нас 2019 год как раз-таки был самым теплым. А 2016, он, по-моему, даже где-то в конце десятки. Может быть, расскажете о рекордах тогда температурных? Вот с рекордами температурными 2019 год – с максимальными. Нас не очень баловало. Мы обновили рекорд июньской максимальной температуры – 33,7 градуса. Обновились также суточные. Очень много суточных рекордов обновились. Но самый максимальный рекорд – это плюс 35 градусов, установленный в 1992 году. Он до сих пор не обновился. Только среднегодовая температура, она также является рекордной – плюс 9,1 градуса. Это рекорд для нашей метеостанции. Зима тоже преподнесла нам сюрприз. Даже декабрь 2019 года и январь, и февраль уже 2020 года. Это можно сказать, как мой ребенок мне сказал, осенне-весенняя погода у нас была зимой. Новый год мы встречали без снега, крещенские морозы без мороза. Это стало первой зимой, где все три месяца были со среднемесячной положительной температурой. Были периоды, когда два каких-то месяца были с положительной, но третий всегда был с отрицательной. Тут все три месяца с положительной, и средняя температура плюс 2 градуса. Хотя по нормам она должна быть минус 3,3 зима у нас. То есть превышение на 5 градусов. Ну, а со снегом, я думаю, леча они тоже все прекрасно видели. Если снег выпадал, то из-за плюсовых температур очень быстро он таял. Иногда мы даже не успевали его, собственно, и замерить. Хотя все-таки... Были замерения. Замеры были. И причем в каждом месяце зимнем. От 1 до 3 сантиметров. Но, а как это все было в основном утром и ночью, днем все это превращалось в воду. А что касается температурных показателей за зиму? Да плюс 12 даже температура была у нас, поднималась. А ночью? А вот ночью самая минимальная температура, она даже не смогла опуститься до 6 градусов с минусов. Минус 5,8. Ниже все, ниже не было. То есть никаких минус 20, минус 25 не было и в помине. Такая зима хорошо это или плохо? Потому что мне, например, как взрослому человеку, было хорошо. А вот моим детям не поиграть в снежки, не покататься на санках. В общем, зимних забав не было. Опять же, смотря для кого. Если рассматривать с точки зрения экономики, теплового нашего хозяйства, коммунальщиков, то им, с одной стороны, это хорошо. Большая экономия на отопление была. И не так уж и много денег ушло на расчистку улиц от снега. Согласен. Хотя гололедица никуда не ушла. Гололедица наблюдалась. Но была не так часто. Потому что не было таких периодов, когда с минуса на плюс очень часто погода переходила. В основном все-таки положительная. И за всю зиму, ну буквально, может, десятка-полтора дней набралось со среднесуточной отрицательной температурой. А по нормам каждый зимний день должен быть со среднесуточной отрицательной температурой. От зимы переходим к весне. Весна у нас также баловала нас. Но потом температура пошла вниз. Что прогнозируете дальше по марту месяцу? Март месяц, он уже на несколько градусов превысил климатические нормы. Нормы устанавливает Всемирная метеорологическая организация. Мы сейчас работаем по нормам 81-го, 2010-го года. То есть за 30-летие. Эти нормы отличаются от прежних 61-го, 90-х годов в значительную степень. Повысились они. Если бы мы сравнивали вообще с прежними, то нас бы зашкаливало. Март все-таки он, хотя и будет, температуры положительные. Но ночью все-таки прогнозируется минус и по республике, и по нашему городу. 12 марта вообще были слышны раскаты грома. Не рановато ли для этого периода? Рановато. Но новогрудки раскаты грома были слышны еще в феврале. Сейчас нам остается только проверить народную примету. Гром в марте, прохладное лето. Сбудется ли это примета? Узнаем летом. Да, узнаем летом. Прогнозы дело неблагодарное, но все-таки на предстоящую весну вот какие данные дает Белгидромет. Среднесуточная температура на весну обещает плюс 7 градусов. В марте на 0,2 градуса выше нуля. В апреле около 7,5 тепла, а в мае около 13,5 градусов. Ну вот в апреле, в мае это, насколько я помню, это среднеклиматические нормы. А вот в марте плюс 0,2, я думаю, что это немножко маловато. Потому что, например, в Лидии у нас уже среднемартовская температура зашкалилась за плюс 4 градуса. Вот видите, значит все-таки неблагодарное дело прогноза. А долгосрочные прогнозы – это вообще очень неблагодарное дело, потому что чем больше срок прогноза, тем меньше его оправданность. То есть самый хороший прогноз – это на текущий день и краткосрочные, то есть до 3 суток. У них и оправданность повыше за 95%. А если мы начинаем прогнозировать на неделю, на месяц, на сезон… Здесь будут проблемы. Да, здесь будут большие проблемы. Так как неделя – это для метеорологов праздничная, поэтому не могу не задать вопросы о вашем коллективе. Сколько человек у вас в подчинении? Собственно, на метеостанции у нас работает 6 человек. Начальник метеостанции, 4 техника-метеоролога и инженер-агрометеоролог. Потому что мы с 1955 года ведем еще агронаблюдение. Кроме этого, в состав метеостанции входит группа мониторинга окружающей среды. Она у нас находится на Чапаила-8, и по штату там 3 человека. Они больше химики, экологи и работают с загрязнением воздуха. То есть всего 9 человек. Да, всего 9 человек. У вашего коллектива женское лицо, верно? У метеорологии вообще женское лицо. У некоторых ваших работников, у ваших коллег большой стаж работы. Да, мне очень повезло прийти на метеостанцию, в которой работает такой высокопрофессиональный коллектив. Два техника-метеоролога у нас с 20-летним стажем. Один техник-метеоролог 25 лет. А у Светланы Романовны Локтевич, прежнего начальника, этот стаж более 40 лет. Поэтому не было никаких проблем с моим, так сказать, вводом в работу на метеостанции. Что надо, помогут, подскажут. То есть очень повезло. И сейчас самая главная задача – это этот коллектив сохранить. Потому что для метеорологии, для метеостанции, самое главное – это две вещи. Первое – это сотрудники, второе – это приборы. Убрать что-то одно – метеостанция, естественно, рухнет. Потому что сотрудники без приборов могут проводить только визуальные наблюдения, очень редкие. А приборы без сотрудников тоже иногда работать не хотят. Хотя сейчас у нас по плану идет установка автоматических станций. Вот у нас, например, Воронова и Иви. А это наши прикрепленные районы, с которыми мы работаем, наша метеостанция. Там будут установлены автоматические метеостанции без человека. У нас все пока работают с людьми. Молодежи возможно влиться в ваш коллектив? Как раз буквально недавно вот один такой молодежь к нам и влился. К нам пришел молодой человек, опять же выпускник географического факультета БГУ, Геннадий Лукшин. Он в свое время поработал на метеостанции в Гродненской области. Потом отдал долг родине, отслужив в армии. И сейчас работает на нашей метеостанции техником-метеорологом. Есть у вас семейная династия? Я понимаю, что коллектив небольшой, но, может быть, что-то прослеживается. Пару лет назад у Светланы Романовны на метеостанции техником-метеорологом работала ее невестка. Сейчас, я не знаю, будет ли это династией, но у нашего инженера-агрометеоролога Веры Григорьевны Томашовой, ее дочь Варвара поступила в Гродненский университет на факультет защиты растений. То есть, возможно, если и не на метеостанции, то в какой-нибудь природоохранной организации она будет работать. Хотя, может быть, и заменит свою маму через несколько лет. А теперь вопрос от телезрителей. В чем разница между метеорологом и синоптиком? Метеоролог – это человек, который проводит наблюдения за метеорологическими явлениями. И вообще, метеорология – это наука, которая эти, собственно, процессы изучает. Как возникают и что это такое. И не только процессы, но и их взаимодействие с земной поверхностью и с океаном. А синоптик – это человек, который занимается прогнозом погоды. То есть, его дело на основании метеорологической информации, которую ему предоставляют метеорологи, составить прогноз погоды. И это немножко разные специальности. Потому что синоптика, особенно нынешняя синоптика, это в основном физика и математика. Это составление математических моделей, которые очень сложные, которые, естественно, компьютерные, которые рассчитывают массу величин. И вообще самая сложная для нынешних компьютеров задача – это как раз составление метеопрогнозов. Ну и плюс еще есть, конечно, ядерные реакции рассчитывать. Сейчас самое главное все-таки – это добиться того, чтобы оправдываемость прогнозов увеличивалась. И может быть, достигнется временем 100%, может быть, не достигнет. Но мы над этим работаем. И как раз ввод новых автоматических станций, замена приборов на более новые, более усовершенствованные, все это ведет к улучшению качества прогнозов. Следующий вопрос. Откуда Лидская метеостанция получает прогноз погоды, который озвучивается на Лидском телевидении, на местных радиостанциях и печатается в районной газете? Ни один и ни два раза к нам на метеостанцию поступают звонки от личан с вопросами, что вы там напрогнозировали, оно немножко, а может даже немножко, не сходится. На самом деле, ни одна метеостанция Беларуси не занимается разработкой прогнозов погоды. Этим занимается исключительно Белгидромет. У них есть отдел прогнозов, их даже три – краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. В основном мы, естественно, работаем с краткосрочными прогнозами. Плюс еще прогнозами занимаются авиационные станции. Естественно, там надо смотреть за безопасностью полетов. Они работают прогнозами для себя. Взлет-посадка, по маршруту полета и прочее. Возможно, сейчас вот как раз ведутся работы, чтобы каждый филиал областной, а у нас это, естественно, Гродно, создал свой метеоцентр, в котором будут работать синоптики и разрабатывать прогнозы конкретно по области вместо Белгидрометовских специалистов. И, возможно, мы очень на это надеемся, если бы не по каждому району, то хотя бы по тому району, где есть метеостанции. Потому что все-таки это очень большой объем работы составить прогноз погоды на полтора, там, два десятка районов и прогноз погоды по области, а еще если по областным центрам по всей республике, то есть количество синоптиков должно в значительной мере увеличиться. Надеемся, что так оно и будет. Будем получать конкретные прогнозы погоды. Следующий вопрос. Можно ли доверять информацию по поводу погоды, которая есть в интернете? Сайтов много, но вот о кому верить? Дело в том, что сайтов много. Но почему отличаются там прогнозы погоды? Потому что каждый сайт может работать с определенной моделью. Модели есть. Есть американская, есть канадская, есть английская. Белгидромед работает с очень хорошо зарекомендовавшейся программой английской УКМЕД, United Kingdom, Метеородика. Почему хорошо? Она более внятно предсказывает и температуру для Беларуси, и осадки. Остальные модели, я тоже смотрю в интернете, сравниваем их между собой, очень сильно занижают количество осадков, а иногда и температуру тоже. Поэтому, если кто-то и хочет смотреть прогнозы погоды в интернете, то лучше всего это делать с официального сайта Белгидромеда. Они работают с достаточно адекватными моделями погоды. Это сайт MeteoInfo и PogodaBy. Они работают с этой английской моделью и также с американской прогностической моделью GFS. Эта модель, она как раз-таки по населенным пунктам работает. У нее пространственное разрешение меньше. Кто пользуется прогнозами погоды, которые есть у Лидской метеостанции? Прогнозами погоды, естественно, мы снабжаем наши средства массовой информации. Это Лидская газета, телерадио, две наших радиостанции, которые слушают очень много летчан. И также прогнозами погоды мы и представителей властей обеспечиваем. Лидский исполком, Совет депутатов, Управление сельского хозяйства. И они все получают от нас прогнозы. Также, естественно, это РУЧС. Им прогнозы очень нужны. Каждое утро техник-метеоролог, получив прогноз погоды, по телефону сообщает в РУЧС, какая нам предстоит погода. Ну и также, если какая-либо организация захочет получать прогнозы погоды, она всегда может обратиться на метеостанцию, составить договор. Она укажет, что именно они хочут получать. Вопросов никаких не будет. Следующий вопрос. Можно ли привезти школьников на экскурсию к вам на метеостанцию? Не только школьников, но даже и детсадовцев. Прошлым летом несколько малышей из детского сада, воспитательница их приводила на нашу метеостанцию. Детишки посмотрели и метеостанцию, и метеоприборы на метеоплощадке. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь из них станет метеорологом. Когда очень-очень давно я, учась в пятом-шестых классах, пришел на экскурсию на метеостанцию, и нам проводила экскурсию Светлана Романовна, ну тогда я еще не знал, конечно, ее, то я даже подумать не мог, что пройдет время. И Светлана Романовна не могла подумать, что среди вот этих вот вихрастых мальчуганов стоит один, который когда-либо станет начальником этой самой метеостанции. А напомните адрес и контактный телефон, по которому можно обратиться? Адрес у нас очень простой, это Мицкевича, 48, напротив Липласта. Телефон 52-37-71. Можно всегда нам позвонить, у нас всегда техник-метеоролог находится на связи. Верят ли метеорологи в народные приметы погоды? Вот, кстати, вы уже упоминали некоторые приметы, сами верите или все-таки проверяете? Я в некоторые все-таки приметы погоды верю, хотя некоторые метеорологи и синоптики открещиваются от этого как только можно. Почему? Потому что все-таки наши предки были людьми очень умными, и метеостанций прогнозов погоды тогда не было, но они были очень наблюдательны, от этого зависела их жизнь. И все эти народные приметы, собственно, это банк данных памяти нашего народа. И очень многие приметы, они имеют очень простое физическое объяснение. Ну, например, все знают эту примету, ласточки летают низко, к дождю. Почему? Ну, все очень просто. Перед дождем повышается влажность воздуха. Мотыльки и прочая мелкая жена, с которым питаются ласточки, они не могут подниматься вверх из-за влажности воздуха, опускаются вниз. Ласточки за ними? Да, ласточки за ними. Точно так же. Или вот, например, закат красный предвещает зимой морозную погоду, летом предвещает ясную погоду. Почему? Вот наши предки так заметили. Объяснили, наука объяснила только сейчас. Потому что, когда Солнце садится за горизонт, солнечным лучам потребуется проходить больший путь, чем когда оно в зените. И красные лучи спектра солнечного света, они меньше рассеиваются. И если большой ветер и атмосфера неустойчива, то большой ветер поднимает в атмосферу пыль. И мы уже за много-много, десятков, сотен и прочих километров, мы можем понять, что если красный закат, значит, атмосфера запыленная, значит, к нам идет ветер и идет плохая погода. А вы сами верите в какие-то приметы, которым, может быть, нет физических объяснений? Ну, конечно, верю. Ну, назовите. Помыл машину, пойдет дождь. Понятно. Взял зонтик, дождя не будет. Очень такие хорошие приметы. Скажите, а без приборов можете определить, примерно, какая температура или влажность, например? Если мы выйдем на улицу и увидим, что идет дождь или туман, то мы без всяких приборов можем сказать, что влажность у нас стопроцентная. Это понятно. А если ничего нет, ничего не предвещает? Ну, может быть, только по каким-то растениям. Потому что вы знаете, что растения в зависимости от влажности некоторые там закрываются, открываются. У елки ветки тоже могут изменять свое местоположение. Ну, вообще-то, лучше все-таки, конечно, с приборами. Потому что, когда читаешь описание погоды этих метеостанций начала 19 века, что до обеда была весьма теплая погода. После обеда прошел дождик и немного похолодало. То есть, как-то погода описана, а что с этим делать, неизвестно. Последний вопрос от наших теледрителей. В каком вузе Беларуси можно выучиться на метеоролога? Это, естественно, в самом головном нашем вузе республиканском, это Белорусский государственный университет. Там есть географический факультет. Именно он последние годы готовит метеорологов. И именно, практически, основная часть и сотрудников, и начальников метеостанций прошли через этот вуз. Либо, есть еще возможность, это географический факультет Московского государственного университета, или же самый первый гидрометеорологический институт в мире, это Российский государственный гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге. Он является головным метеовузом в России, в СНГ, и выпускает очень неплохих специалистов, и метеорологов, и синоптиков. А теперь личные вопросы. Готовы ответить перед широкой аудиторией на них? Откровенно. Ничего тайного у меня нет. Вы по профессии метеоролог. Как вы узнали об этой профессии? Может быть, кто-то у вас в семье был с ней связан? Профессии метеорологии и метеоролога в советское время знали все школьники. И про космонавтов тоже знали? Да, но не все стали космонавтами. Вот именно. В школе как-то у меня не было мыслей стать метеорологом. Потом, когда я поступил на географический факультет БГУ, я все-таки поступил... Мне всегда интересовала география, другие страны, путешествия. Мы с ребятами достаточно серьезно занимались туризмом, поэтому знание географии имело очень большое подспорье. Но знание, какая будет погода, будет ли завтра сильный ветер, какой это будет ветер, стоит ли выходить на воду или все-таки подождать и сделать дневку. Все это метеорология. И, конечно же, составление прогнозов. Потому что, как я уже говорил, метеорология антенна, наука, которая не составляет прогнозы, а для того, чтобы работать синоптиком, должно быть высшее метеорологическое образование. И я посчитал, что как раз-таки российский метеоинститут, который готовит очень толковые кадры, мне достаточно хорошо подойдет. Как раз в то время я, собственно, и жил в России. Находиться в Петербурге и знать, что там на Малаухтинской 98 находится РГГМУ, и не приехать туда, не посмотреть, что, как, не узнать. Я приехал, узнал. И мне сказали, все-таки геофаг – это геофаг. Поэтому на третий курс мы тебя не возьмем. Очень большая разница в программах. А вот на второй курс, пожалуйста, приходи. Ну, плюс выдали списочек такой немаленький предметов, которые я должен был пересдать. Поэтому первый семестр был очень сложный. Мне приходилось не только учить то, что давали всем, но и сдавать то, что все ребята сдали за первый курс. Но все-таки подготовка, которая получена мной и в восьмой школе, и в географическом факультете, она очень здорово помогла. Во-первых, часть предметов просто автоматом засчитали. Ну вот, а с математикой пришлось очень серьезно повозиться. Родились вы в Лидии, для вас родной город. Почему вы решили все-таки вернуться сюда? Ну, я достаточно долго прожил. Вначале в нашей столице, потом и в России, в разных городах пришлось поездить. И в какой-то момент времени я все-таки подумал, что я уже достаточно долго прожил за рубежом. И пришло время вернуться, скажем так, к истокам. Хотя, конечно, жаль, что моего родного дома, в котором я вырос и провел детство, уже не существует. А где вы жили? А я жил, вот, сейчас можно назвать очень простой адрес, Дожиночная площадь. Это близко возле Янки Купала 1? Да, совершенно близко. Где находился ваш дом? Почему его не стало? Куда вы переехали? Почему его не стало? Город начал развиваться. Вначале эта улица начала сокращаться с самого начала. Построили госбанк. Потом начали строить дом культуры. Строили вы, если вы помните, с перерывами и очень долго. А после того, как его уже построили, очень долго мы жили рядом с действующим домом культуры. Но, наконец, у нас решили провести дожинки. А для этого нужно было облагородить место. Нашу прекрасную речку, лидейку, в которой мы в детстве, и плавали по ней на камерах, и там купались. Рыбу такого в детстве не ловили. Не знаю почему, наверное, и там не было. Облагородили все это место, и все оставшиеся наши, буквально там 5-6 домов оставалось в конце. Их просто снесли, и мы переехали в район Слободы. Лида – ваш родной город. А вот какие воспоминания о Лиде вы можете нам сейчас рассказать? Город очень сильно изменился. И даже не за последние пару десятков лет, а уже в пору моего юношества он начал очень серьезно меняться. Я еще помню, как в районе Гагарина у нас протекала речка. Я еще помню, как улица за исполкомом была брусчаткой. И мы ребятами ездили по ней на велосипедах. Сейчас, естественно, эта улица вся заасфальтирована. Речка протекала совсем не так. Ну а как выглядел наш замок, я думаю, старожилы города прекрасно помнят. С обвалившимися башнями, еще при моей памяти стена одна рухнула. Сейчас, конечно, город совершенно другим стал. За что вы любите Лиду? Я здесь родился. Я не понимаю людей, которые не любят свой город. Я понимаю, что можно уехать. И это нормально, потому что любой молодой человек или девушка, естественно, когда они захотят получить высшее образование, они куда-то уедут. Потом они будут где-то работать по распределению. Но очень многие, я знаю, что после этого возвращаются в город и приезжают из других городов, и не только городов, но и поселков в наш город. Я думаю, что он будет очень стабильно развиваться. Наш город расположен очень удачно. Он в очень красивом месте. Тут и Неман близко. И не такая уж у нас плохая экологическая обстановка. Это уж я говорю, потому что мы все-таки работаем рядом с экологами. У нас нету ни смогов, как там за рубежом, или прочих таких опасных загрязнений. То есть вполне хороший, небольшой город и в шаговой доступности. Ну что, тут полтора часа – это и в гроб. Не так уж это и проблематично в наш век. Когда вы вернулись в Лиду, вы сразу же пошли работать на Лидскую метеостанцию? Метеорологу работать в Лиде – это либо метеостанция, либо южный городок – военная метеостанция. На тот момент не было вакансий, поэтому пришлось некоторое время подождать. Но как только вакансия появилась, одна сотрудница перевелась даже в другую область на метеостанцию, даже на гидрологическую метеостанцию, на Вилейку. Мне позвонили, я тут же приехал. Мы пригласили в Гродно к начальнику Гродного гидромета, Дмитрию Валерьевичу Сказкевичу. Мы с ним побеседовали. Он озвучил идею, что вы поработаете, а потом через некоторое время есть план назначить вас начальником метеостанции. В принципе, я подумал, а почему бы нет. Работа интересная. И даже, честно сказать, не знаешь, какая интересная. Или техникам, метеорологам, или начальникам. Но просто сейчас я как начальник метеостанции, у меня все-таки есть дежурство на станции. Был ли у вас наставник, который вас за руку, можно так сказать, повел? Наставник, конечно, был. Потому что Светлана Романовна, она давно уже искала человека, который возглавит станцию после нее. И, естественно, человеку, который 40 лет отдал этой метеостанции, которая с момента открытия в 1981 году, когда мы переехали, я надеюсь, крайний раз мы переехали на Мецкевича-48, она эту станцию буквально, скажем так, и строила, смотрела за строительством, и 40 лет вот работает. Естественно, ей было не все равно, кому отдать эту метеостанцию. И она оказала очень большую мне помощь. И я помню, как она, скажем так, натаскивала меня и в работе техникой метеоролога, потому что все-таки есть нюансы на каждой станции. И уже готовила к тому, чтобы я эту станцию возглавил. Мне очень повезло, что есть такой вот наставник. Когда человек все-таки приходит, и ему некому, не от кого получить опыт, то гораздо сложнее влиться и в коллектив, и в саму работу. Потому что все-таки работа должна быть безошибочной. Нас каждый месяц оценивает Белгидромет. Он присылает нам официальное письмо, в котором написано, что метеостанции «Олида» получают такую-то оценку за метеонаблюдение, за заполнение метеоразных книжек. По какой шкале проходит оценка? Пятибалльная. И что вы получаете? 5-0. 5-0 – это хорошая оценка для метеостанции. Конечно, это выше не может быть. В 2019 году вы возглавили метеостанцию. Ну и вот как начальник, как руководитель, все-таки вы чувствуете себя на своем месте? Поддерживает вас коллектив? Коллектив поддерживает. И не знаю, я с ними разговаривал, и они очень боятся, что я куда-нибудь уйду. А у вас планы есть? Нет. Вот как раз таких планов нету, потому что мне очень нравится моя работа. У нас есть традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям. О чем мечтает начальник Литской метеостанции Кирилл Черепко и просто человек Кирилл Черепко? Для начала все-таки начальник, неважно чего, он всегда должен оставаться человеком. Ну, как начальник, естественно, это, чтобы наш коллектив продолжал и дальше так плодотворно и эффективно работать. Естественно, с обновлением метеоприборов. Планы есть, надеюсь, они осуществлятся. Как человек, как говорили в одном голливудском фильме, за мир во всем мире, ну, и сейчас очень существенное дополнение – это за победу над коронавирусом. Потому что то, что сейчас творится за рубежом, не только в Китае, но и в Европе, это такое ощущение, что смотришь какой-то фильм в преддверии апокалипсиса. Это очень-очень серьезная проблема. Беларусь, она, нам говорят, что нас это как бы особо еще не затронуло. И я дай Бог, чтобы и не затронуло дальше. Потому что все-таки здоровье для человека – это, наверное, одно из самых главных. То есть, опять же, как сказал один умер человек, если будет здоровье, все остальное приложится. Спасибо вам, Кирилл Николаевич, за беседу. Спасибо вашему коллективу за сотрудничество. Надеемся, что с Лидским телерадиообъединением сотрудничать будем и дальше. Большое спасибо вам за приглашение и за поздравления с нашим праздником. Опять же, пользуясь случаями, не могу не поздравить. И своих коллег я поздравляю с Днем Метеоролога. И всех работников Гидрометслужбы Республики Беларусь поздравляю с этим прекрасным праздником. Напомню всем телезрителям, что сегодня на мои вопросы отвечал начальник Лидской метеостанции Кирилл Черепко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова